Обещанная нами скидка уже прекратила свое действие. Да, но это всегда отказ. Как быть? Если вот вы столкнулись с этой ситуацией. Вот пример, который приводит Харви Маккей. Это миллионер Соединенных Штатов Америки. Он работает, кстати, в сфере почтовой связи. У него собственная компания по производству конвертов. И он захватил 10% федерального рынка Соединенных Штатов, своей продукции. Охватил. Он рассказывает о таком примере, когда в автосалон приходит глава семейства. Именно потому, что в этом автосалоне объявлена скидка на автомобиле класса люкс. Он долго приценивался. Наконец наступило воскресенье, день покупки. Когда он смог с женой, с двумя ребятишками прийти в этот салон. Папа показывает на будущую машину. Дети уже забрались, стали прыгать на заднем сиденье от радости. В этот момент дилер говорит, извините, пожалуйста, мне надо посоветоваться. Тогда еще не было мобильного телефона. Выходит к руководству. Говорит, вы знаете, возвращается. Вынуждена вас огорчить. К сожалению, скидка отменена. Начиная с вчерашнего дня, она уже больше не действует. Извините, что так поздно вас проинформировал. Цена, как и везде. Как быть? Как вы думаете, этот покупатель заключит договор, купит машину или откажется? Почему купит? Потому что уже настроился, он уже пережил этот момент. Он уже почти что это его машина. Он может представить себе лицо своей жены, своих детей, если он скажет, нет, мы здесь покупать не будем, да? Да какой там? Могут даже с наценкой продать автомобиль, если особо жесткий подход у дилера. Вот это очень опасная ситуация. Это вот тоже есть. Да, но есть одна маленькая деталь. Чтобы не попасть в эту сложную ситуацию, необходимо предусмотреть ее. То есть, если накануне ответственной сделки вас приглашают в ресторан, угощают вас такими напитками, явствами, когда вы чувствуете себя обязанным и просто вам трудно встать из-за стола, не заплатив, заранее просчитывайте, идите на сделку, пейте просто минеральную воду. Понимаете, да? Тогда вы не будете чувствовать себя обязанным перед этим клиентом, который вас угощает. И так далее. Чтобы в любой момент встать и уйти. В никакой случае нельзя застрять на пути к этой сделке. Можно дальше? Жесткий партнер. Ваша просьба разумна, но необходимо посоветоваться с коллективом. Вы тоже, знаете, когда принимаете коллегиальные решения в корпоративных отношениях, вроде бы сдается работа по изготовлению рекламных буклетов, но представляете, когда трижды, прежде чем принять решение о разработанных логотипах, завод безалкогольных напитков говорит, руководитель завода, да, замечательная работа, но надо посоветоваться с коллективом. И не подписывает акт приемки работ. Проходит месяц-другой, потом этот руководитель меняет место работы, и после этого новый руководитель приходит и говорит, нам это все не нужно взыскать назад за должность. И взыскивает даже с процентами. Обидно, да? Поэтому, как быть, если с той стороны даже на очевидные вещи вам отвечают так вот неопределенно, как быть? Что вы скажете, уважаемые коллеги? Честно, здорово. А почему бы не направить заказное письмо? Чтобы зафиксировать выполненные работы, да? Формализовать момент приемки передачи, верно? Если это оборудование сфотографировать, составить акты в постороннем порядке и так далее. Все, как требуется по закону. То есть, как только мы вносим элементы вот этих отношений, неформальных, мы один раз перешагнули предупредительную линию, заградительную, второй раз, понимаете? Мы уже слишком сильно увлеклись в этом желании идти на уступки. И никто нас в этом не остановил. Значит, сильно упущили.